Друзья, я вас приветствую на канале Сложно Просто. Меня зовут Сергей. Сегодня я хочу начать серию видео, в котором хочу сделать веб-пейдж, то есть обыкновенно используют Net Core приложения, веб-пейдж, который будет получать форму обратной связи и валидировать ее при помощи Blazor, а не JavaScript. В этом есть моя задача. Я хочу показать, какой есть альтернативный вариант использования JavaScript, ну и заодно попробовать свои силы в этом, а также собрать вопросы-ответы для Blazor и для веб-пейдж, и для формы обратной связи. Вообще все, что хотите, пишите в комментариях. Вот, вас призываю подписаться на канал. В общем-то, наверное, все. Давайте переключаться в Visual Studio и начнем писать код. Ну что ж, друзья, Visual Studio создала шаблон, я установил одну сборку, ну, в общем, она ни на что не влияет. Называется Abdefinition. И единственное, что я сделал, все из файла с Program C Sharp перенес в Common Definition и все. Больше ничего. Ну и это, на самом деле, абсолютно не важно. Тем не менее, для того, чтобы начать собирать данные пользователя, нужно эту форму, собственно говоря, создать. И я думаю, что правильным вариантом было бы ее создать, ну, где-нибудь, наверное, вот рядом с Privacy. Ну, к Privacy, да. Давайте я сейчас открою эту страницу и добавлю. Собственно говоря, вот таким вот образом. Мне сейчас абсолютно не принципиально, где она будет делать и что. Давайте вот так вот. Feedback. Я прошу прощения, что я могу ошибаться. Давайте здесь делаем Feedback в такую же страничку и теперь эту страничку, собственно, нужно создать. для этого сделаю вот таким вот образом. Просто raise a page. Так, raise a page. Давайте ее назовем Feedback. Нажмем Enter и, собственно, здесь, наверное, нужно добавить ViewData. Добавим Title. Хотя это, в принципе, не принципиально, потому что и так понятно, что нужно делать. Ну, наверное, конечно, форму нужно сделать красивой, чтобы не было мучительно, больно, забесцельно прожитое. Ну, я, наверное, поступлю в хитрый способ. У меня на сайте есть тоже форма обратной связи, и где-то здесь. Вот. Нет, вот. И я, наверное, сейчас ее передеру и мы вернемся к тому, что вот существующая форма, она работает через JavaScript, а мы ее сделаем, ну, то есть сначала сделаем, чтобы она работала в JavaScript, я покажу, а потом переделываем, чтобы она работала через Blaser. И вот это, наверное, будет гораздо интереснее. Давайте я сейчас отключусь. Ну, друзья, как обещал, я передернул, ну, в смысле, в хорошем смысле, я передрал форму со своего сайта-блога на текущий проект. Работает он таким образом. Сейчас он работает на JavaScript. И, как видите, если я ничего не заполнил или заполнил, допустим, вот здесь, что неправильно, то, соответственно, вводится сообщение. Если заполнить все правильно, пусть будет, например, Сергей, пусть будет, например, там какой-нибудь Микро, ну, не Микро или Диандекс, хорошо. Здесь какой-нибудь пусть будет Лори Мопсон. И вот, когда все правильно заполнено, я нажимаю «Править», выдается сообщение, что типа все отправлено, все миштяк, и вводите новое сообщение. Понятное дело, что я отключил некоторые там валидации, капчи и все такое. Вот. Но, тем не менее, вот сейчас форма работает. Давайте покажу, из чего она состоит. И давайте начнем с фронт-энда. На самом деле, здесь самое главное, что мы подключаем так называемые скрипты. И надо понимать, что вот от этих скриптов я, собственно говоря, хочу избавиться, чтобы не использовать ни jQuery, ни validation, ни Abstrusive Validation. И на форме, соответственно, у каждого поля есть атрибут, ну, вернее, тег, который подключает валидацию, где он выводит информацию с ошибкой. Ну, тут все, в общем-то, как обычно, ничего сложного нет. При успешном заполнении формы выдается сообщение, которое мы вводим в темп дата. И этот темп дата формируется вот здесь, ну, вот таким вот образом. И, соответственно, если говорить про backend, то здесь проверяется ModelState, соответственно, который говорит о том, что модель, которая пришла, была провалидирована, кстати, вот модель. Здесь все поля помечены атрибутами, где записана валидация, которая должна происходить. Ну, и на выходе мы имеем, вот, просто стропу, который отправляю к себе на мыло, в общем-то, признать, как у меня работает фидбэк в моем блоге. Ну, и теперь задача моя, вот этот вот весь функционал. Смотрите, у нас вот здесь просто по успешному завершению, так сказать, года данных происходит просто редирект, снова на страницу фидбэк, ну и все. А я хочу сделать, чтобы у меня все то же самое было, но на блейзере. В общем, это как бы задача для следующего видео. И я вас призываю еще раз подписаться на канал. Будем снова вместе делать интересные вещи. На этом я с вами попрощаюсь. Вам всего доброго и пишите правильный код. Субтитры сделал DimaTorzok